В тему развала, кстати, Карин, в тему развала России потенциального вопроса от нашего зрителя есть. Спрашивает он, как вы смотрите на то, что развал России начнется с Дальнего Востока и Хабаровского края? Ну, слушайте, да, я знаю, что все вот это неблагодарное дело. Все очень сейчас любят рассуждать о распаде России, да, там, о развале. Даже те, кто говорили, что нет, я вообще не вижу, как Россия может распаться, это невозможно. Вот сейчас люди меняют свою точку зрения, но с другой стороны обстоятельства меняются, да, логично же. Я вам сейчас расскажу коротенькую историю перед вопросом. Недавно включал, не расскажу кого, пусть будет инкогнито, человек с российским паспортом, но живущий за пределами России, скажем так. Так вот он в начале своего ответа на вопрос по поводу развала России был категорически такой до ней не развалится, проходит 8 минут, и он сам выходит как бы на то, что развалится. Ну, очень, конечно, было интересно наблюдать через эти 5 стадий, но они произошли в прямом эфире. А теперь вот, Карина... Ну, наверное, развал России будет происходить дольше чуть, чем 8 минут, вот, чуть-чуть дольше. Ну, тоже, знаете, как в 91-м тоже все развалилось гораздо быстрее, чем все ожидали. Знаете, что касается Хабаровского края и Дальнего Востока, естественно, естественно, эта территория уже экономически, она в Китае, да, то есть это понятно. Не нужно быть вообще тут экспертом, нужно просто посмотреть, как Китай туда зашел и выкачивает все ресурсы, которые там есть. Ну, нет, во-первых, территориально, да, и даже люди, которые там живут, я вот, там, у меня есть коллега, он жил в Благовещенске. И он там 7, что ли, лет назад переехал в Америку, вот, и он говорит, ну, вот у нас, представляешь, Благовещенск, а там через, прям вот он на границе находится с Китаем, а там какой-то китайский город, какой-то, он меня назвал, естественно, ну, какой-то, для нас ноунейм, да. И говорит, я вот видел, как вот Благовещенск, как вот он был, да, вот всю жизнь, вот совка как остался, ничего не поменялось, а китайский просто город на глазах рос, там небоскреба и так далее. У них просто счастье было у этих людей на выходные, они, как вы думаете, куда ездили, они переходили в границу, там свободная зона, да, может быть, и ходили туда все, они туда, то есть для них Китай это цивилизация. Какой-то китайский город за вообще, ноунейм, вот реально за жопинский, тайский, а для русских из Благовещенска это цивилизация. Вот, ну, я не говорю, что китайцы, конечно, они гораздо мудрее действуют, они никогда не будут ничего захватывать, может быть, у них на Тайвань, на Тайвань есть планы, но точно не на Тальмассок, а тем более, зачем это захватывать, если оно и так все отдается и продается. Так же, как Китай все эти годы, счет 2000-х действует в Африке. Вот, посмотрите, я читала потрясающий репортаж про китайские методы в Африке, мне вообще повыразило тогда. Они там просто все, они заходят туда как инвесторы, значит, мы там вам построим мосты, дороги и так далее, еще что-то там предприятие, но в обмен вы отдаете нам там контроль над инфраструктурой, но понимаете, что такое контроль над инфраструктурой? У тебя просто контроль над всем, тебе даже не нужно своего мэра или там губернатора, вот то же самое. Поэтому, да, конечно, эти регионы на самом деле являются первыми кандидатами на отделение, потому что они экономически выживут и справятся без России, а может даже им еще и лучше будет. Может, если это все там не будет вот этой границы, может быть, и Благовещенск, наконец, хотя бы доведут до состояния какого-то неизвестного никому китайского города, понимаете? Вот, и меня эта история, честно говоря, поразила. То есть, если мне, ну вот представляете, а ведь русские, они же жуткие, шовинистые, ужасные, не только по отношению к украинцам, ко всем. Ну ладно, украинцев они хотя бы еще братским народом в наглое называют, да, но китайцы для них это же вообще просто, ну это что-то, вообще что-то, какие-то китайцы, да. Вот, и посмотрите, в какой вообще ситуации Россия оказалась, что... Я не говорю про Шанхай и Пекин, да, понятно, что это города. Я говорю про какой-то просто непонятный китайский город на границе с Благовещенском. Надо хоть посмотреть, кого он называется, где находится. Вот, значит, да, поэтому, да, я думаю, что так и будет. И, конечно же, потом, ну понятно, что национальные республики, например, Татарстан, да, там, которые богаты ресурсами, нефтью, наверное, как-то отойдут, да, тоже. Ну, начнутся, конечно, если так вот, посмотрите, если это будет, да, то есть, ну вот, как будет, ну, конечно, там всякие Чечня, Дагестан, они, например, с собой бесконечно воюют, да, это тоже нужно учитывать. Возвращаясь к Благовещенскому, хей-хе. Как? Хей-хе. Хей-хе, ой, очень легкое название, хей-хе. Вот, да, вот, понимаете, это вот русские люди вот в каждый выходной едят хей-хе и переходят в довольное. И там, нет, ну что говорить, там все лучше, там они все покупают китайское, да, то есть еда, вот там одежда, ну вы понимаете, то есть это реально шокирующе. Я не знаю, как описать, просто шокирует, казалось бы, да, Китай. Вот, даже в Китае, понимаете, вот я сейчас, что имею в виду даже в Китае, то есть Китай, это не демократическая страна, это авторитаризм, ну, правда, с свободной экономикой, но даже в Китае дошли до того, что не может быть два города в стране, которые будут вот такой витриной, куда будет все стекаться, да, должна быть децентрализация, и отстраивать нужно всю страну. То есть Китай, это не Шанхай и Пекин только, а Россия, а Россия, это реально даже, я бы сказала, Москва и Санкт-Петербург, но вообще, по сути, это только Москва, вот, а все остальное, ну ладно, Москва и Санкт-Петербург, да, а все остальное, это просто кошмар, реальный кошмар, вот. А Благовещенск ведь не маленький город, на самом деле, ну, в смысле он, как бы это не какое-то там село или не какой-то маленький городок в Тульской области, да, это, ну, приличный город, а в России ничего нет, это просто кошмар, вот, и они не озаботились этим вовремя, а теперь, конечно.